МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите прямо сейчас. Важные решения. В Пушкинском прошло заседание Совета депутатов. Квартиры врачам округу решение кадрового дефицита, а реализация социальной ипотеки в Пушкинском. Не просто пшик. От ковида теперь можно привиться назальной вакциной. Поэзия мурановских пейзажей. Новая выставка в музее-заповеднике. Об этом и многом другом прямо сейчас. Работа на перспективу. В городском округе Пушкинский состоялось 19-е заседание Совета депутатов. На нем обсудили ряд вопросов, касающихся работы муниципалитета. Рабочая атмосфера. Ряд важных для развития городского округа решений приняли депутаты Пушкинского на очередном Октябрьском совете депутатов, который состоялся в Авантеевке. Народные избранники рассмотрели 8 вопросов. В числе которых и приоритетные. О внесении изменений в решение Совета об утверждении бюджета округа на 2022 год и плановый период грядущих двух лет. Изменения внесены также в положение о наружной рекламе и средствах размещения информации на территории Пушкинского. Также законотворцы обсудили передачу в муниципальную собственность округа, автомобильную дорогу с площадкой, которая находится на Ярославском шоссе в деревне Костино, и перечень недвижимого имущества, которое предлагают передать в собственность Московской области. Все вопросы были тщательно проработаны на профильных комиссиях, предшествовавших Совету, и практически все вызвали единогласное одобрение депутатов. Подводя итоги заседания, глава городского округа Максим Красноцветов подчеркнул важность конструктивного диалога и взвешенных решений и поблагодарил депутатов за совместную работу на благо трех городов – Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска, и еще порядка 90 населенных пунктов Пушкинского. Шаг во взрослую жизнь. Первые паспорта вручили 11 школьникам из Ивантеевки, которые достигли 14-летнего возраста. На торжественной церемонии ребят поздравил с получением заветного документа глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Подробности далее. Быть гражданином России – это честь. Сегодня с получением главного документа в жизни – паспорта. Ивантеевских подростков поздравляет глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Хочу пожелать вам, конечно, успехов, успехов во всем, в вашей взрослой жизни, чтобы вы смогли себя самореализовать, чтобы вы смогли добиться в этой жизни всего. Слушайте своих родителей, уважайте своих родителей. И помните, что родители и Родина их не выбирают, они у нас одни. Прислушиваться к советам старших, знать свои права и обязанности, нести ответственность за свои поступки. Ребятам рассказывают, что теперь они имеют право без согласия родителей распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. А вот учиться в автошколе пока нельзя. Это с 16 лет. Для меня это очень важный день. Это довольно-таки серьезный шаг в вступление в взрослую жизнь. И уже можно получать какой-либо заработок. У меня появляется ответ за свои поступки, уголовная ответственность. И все в этом роде. Паспорт вручают в брендированной обложке «Люблю Подмосковье». Бонус и Конституция Российской Федерации. Для детей и родителей также проводят мини-конкурс на знания паспорта. Вопросы больше на визуальную память. Например, что написано на первой странице паспорта. Звучат также патриотичные стихи и цитаты. Мы любим Родину. Это очень важные слова. И надо иметь на них право. А право это можно завывать только своим трудом и учебой. Своими делами на благо людей. Всего главный документ из рук главы округа Максима Красноцветова в этот день получают 11 ивандеевских подростков. Анна Пыльцина, Антон Рябов, Анна Белова. Новости Большого округа. Квартиры врачам. Более 30 медиков Пушкинского городского округа стали владельцами собственного жилья. Помочь врачам приобрести квартиру стало возможным благодаря государственной программе Московской области «Социальная ипотека». Ее реализация позволяет привлекать нужных специалистов в систему здравоохранения Пушкинского и решать кадровый дефицит. Все подробности расскажет Юлия Постриганева. Ваши рекомендации. Поздравляю тебя. Два месяца назад врач-отоларинголог Пушкинской поликлиники номер один Ислам Газиев вместе со своей семьей, женой и двумя детьми, переехал в новую квартиру. До этого молодая семья жилье снимала. Теперь, говорит доктор, появилась возможность обустраивать свое собственное семейное гнездышко. Документы проверились и уже где-то в конце июня уже пригласили в дом правительства в город Красногорск. И там вручали уже свидетельство на получение жилья по социальной ипотеке. Обеспечить врача личным жильем получилось благодаря государственной программе Московской области «Социальная ипотека». Улучшить жилищные условия по ней уже смогли семьи 30 специалистов Московской областной больницы имени профессора Розанова. Только за нынешний год льготное жилье приобрели 11 врачей. Благодаря такой программе, как «Социальная ипотека», нам удается решать вопросы укомплектованности медицинским персоналом. Мы привлекаем специалистов из других регионов, которые имеют возможность приобрести жилье на территории Пушкинского городского округа на льготных условиях. А мы, в свою очередь, получаем специалиста, который в рамках договора обязуется отработать в нашем учреждении не менее 10 лет. По условиям программы медики получают первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья. В течение 10 лет им ежемесячно выплачивается компенсация от суммы основного долга. Сам доктор платит только проценты по кредиту. Необходим стаж не менее трех лет. По многим специальностям, за исключением первичного звена, это участковые терапевты и педиатры, врачи-анестезиологи, реаниматологи, необходимо наличие квалификационной категории, второй, первой, либо высшей, отсутствие жилья на территории Московской области. Возраст в прошлом году был увеличен, то есть у мужчин это до 55 лет, у женщин до 50 лет включительно можно участвовать в данной программе. Система здравоохранения области и округа активно поддерживает медиков. Так, врачи имеют право на частичную компенсацию аренды жилья, получение земельных участков, устройство ребенка в детский сад. О более подробных мерах социальной поддержки можно узнать, обратившись в кадровую службу Московской областной больницы имени профессора Розанова. А лор-врач Ислам Газиев свой выбор уже сделал. Теперь задача молодой семьи – обустроить новую квартиру в этом доме по улице Бережок в Ивантеевке. Это большая помощь. Сложно без такой поддержки оформить ипотеку. Должен был где-то около 15 миллионов в течение 30 лет выплачивать, а тут за 10 лет у тебя получается за 3-3,5 миллиона своя большая квартира. Поэтому это очень хорошо, что есть такая поддержка в Московской области. Юлия Постриганева, Антон Рябов, Анна Белова. Новости Большого округа. В Пушкинском продолжается прививочная кампания против гриппа и коронавирусной инфекции. От последней теперь можно привиться назально. Вакцина существует в виде спрея. Эффективность такая же. Анастасия Спирина продолжит. Пшик и готово. Именно так можно описать процедуру вакцинации от ковида назально. Гам-ковид-вак может вводиться в виде спрея. Если вы боитесь уколов или место укола долго болит, то это ваш вариант. Быстро, не больно и эффективно. Водится специальной насадкой и вводится в носовые ходы. Безопасно. Имеет такой же иммунный ответ, как и внутримышечное введение. Чем лучше, просто у многих пациентов после внутримышечного введения остается болевой симптом. Вакцинация от коронавируса продолжается, потому что болезнь не отступает. А ввести вакцину – это единственный способ уменьшить риск. Как заболевание, так и тяжелое его течение и последствий. Ревакцинироваться надо каждые шесть месяцев. Назальный тоже. Одновременно с прививкой от коронавируса можно привиться от гриппа. Только в разные руки. Или совместить варианты внутримышечно и назально. Вместе с прививкой от гриппа можно сделать укол от пневмокока. От гриппа идет сезонная прививочная кампания до 12 декабря. Имеется два вида вакцин. Трехвалентная и четырехвалентная. Эти, согласно рекомендации ОВОЗ, данная вакцина ежегодно. То есть, меняет свои антигены. Это те штаммы вирусов, которые были зафиксированы на данной территории. На сегодняшний день вакцина получена практически в полном объеме. Имеются в наличии трехвалентная СОВИГРИП и четырехвалентная УЛЬТРИКСКВАДРИ. Последняя подходит как для детей от шести месяцев, так и для взрослых. Обе показали свою равноценную эффективность. Прививка от пневмокока поможет от пневмонии, самого опасного осложнения от гриппа или коронавируса. Ее нельзя делать одновременно с прививкой от коронавируса. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны ежедневно выходят на дежурство. Под их надзором находятся социальные объекты, квартиры и дома жителей округа. В этом году местному отделению исполнилось 70 лет. Праздничную дату отметили торжественным награждением сотрудников. Уже 70 лет Пушкинский отдел вневедомственной охраны стоит на страже порядка в округе. С 1952 года началась его история. В 2010-м произошло объединение трех отделов. Красноармейского, Ивантеевского и Пушкинского. Все эти годы наши сотрудники в счастье и достоинстве выполняют свой долг. Выполняют все поставленные задачи, которые поставило государство, президент и денисство. На сегодняшний день в составе подразделения порядка 170 сотрудников и работников. В честь торжественной даты их пришли поздравить начальник отдела территориальной безопасности администрации городского округа Пушкинский Николай Федоров и председатель по взаимодействию с Росгвардией Сергиева Посадской епархии Русской православной церкви Игумен Феофан. Как известно, вы принимали активное участие в деле по сохранению режима самоизоляции при ковиде. Выставлялись посты, неслась усиленная служба вами. Также сейчас вы принимаете самое деятельное участие при проведении и в условиях специальной военной операции. Принимаете участие в охране пункта сбора мобилизованного состава. Было сказано много слов благодарности за их ежедневный труд. У Пушкинского отдела вневедомственной охраны под надзором более 440 объектов, а также более полутора тысяч квартир и домов. В этом году сотрудниками подразделения было задержано и доставлено в территориальные отделы полиции более 150 граждан за различные правонарушения. Ежедневно пять оперативных групп выходят на дежурство. Также дополнительно выделяют группы для охраны военкомата, администрации муниципалитета участие в оперативно-профилактических и других мероприятиях. Праздничную дату отметили торжественным награждением сотрудников и ветеранов службы. Были вручены почетные грамоты и медали. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны, сердечно поздравляю вас с 70-летним образованием вневедомственной охраны. Искренне благодарю вас за добросовестную службу. Отдельно хочу поблагодарить наших ветеранов. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Улучшить транспортную доступность для пассажиров. Именно для этого организуют выделенные полосы в городах и населенных пунктах. По данным Минтранса, Подмосковье в этом году уже сделали более 70 таких полос для общественного транспорта в 30 округах. В их числе и Пушкинский. В двух городах Пушкинского теперь есть выделенные полосы для движения общественного транспорта. В Красноармейске новую разметку нанесли еще летом. Она идет по проспекту испытателей от железнодорожного переезда до центральной площади. Кроме того, совсем недавно выделенная полоса появилась и в Пушкино. Она проходит по улице 50 лет Комсомола, дома номер 45. Это поликлиника. Далее по Московскому проспекту до пересечения с Пушкинским шоссе. Напомним, выделенные полосы обустраивают преимущественно на участках, где курсируют три и более маршрута общественного транспорта. А также зафиксировано более 300 проездов автобусов и более 2000 пассажиров в сутки. По данным областного Минтранса, с выделенками время проезда сокращается на 5-10 минут. А на некоторых участках до 15 минут и больше. Анастасия Спирина, Юрий Добрунов. Новости Большого округа. Температура воздуха опускается к нулю и ниже. А значит, время ставить зимнюю резину. Некоторые автолюбители уже купили новый комплект. А куда деть старый, не всегда знают. Подробности далее. Автомобильные покрышки принято менять каждые пять лет. А то и раньше. Все зависит от способа эксплуатации. Если вы ездите на шипах по асфальту, то долго они вам не прослужат. Но куда девать старые покрышки? Просто отнести на контейнерную площадку нельзя. Так же, как и в лес. А мы вам расскажем, куда. В Ивантиевке можно шины в любое время суток закинуть в контейнер экологической программы «Шина». Располагается он на Керово-5. Также ждут шины в Мегабаке. Он находится в Правдинском, на Степаньковском шоссе. Время работы с 8 утра до 8 вечера. Иногда вам на шиномонтаже могут предложить оставить у них шины за деньги. Тут главное убедиться, что они будут утилизированы правильно. У организации должен быть договор с предприятиями по глубокой переработке резины. Либо автосервисы должны быть участниками областной акции «Шина», согласно которой проходит сбор утильных автопокрышек. Сделать это можно бесплатно. Шины относятся к отходам четвертого класса опасности. Их нельзя просто так захоронить на полигоне, потому что они содержат токсины и канцерогенные вещества, которые впоследствии будут отравлять грунтовые воды и почву. Шины надо отправлять в специальные предприятия, которые потом их переработают. Использовать шины в качестве декора при домовой территории тоже нельзя. Из старых шин делают покрытие площадок и кортов. Дорожки в парках, настилы в садах, теплоизоляторы, брызговики. И все это из мусора, который мог бы отравлять природу. А значит и нас с вами. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Городам-героям посвящается. Нестандартные уроки мужества и патриотизма проходят в Пушкинском. Участники клуба юных моряков, который работает при Центре развития творчества детей и юношества Ивантиевки, смогли познакомиться с историей городов-героев через песни военных лет. Музыкальный урок мужества – новый формат патриотических занятий с подрастающим поколением. Сегодня в Центре внимания воспитанников Клуба моряков Ивантиевского Центра развития творчества детей и юношества «Города-герои». Вспоминают и называют поименно. Идея провести такие необычные уроки, где музыка дополняет военные истории, родилась у солистов Центрального оркестра Военно-морского флота имени Римского-Курсакова. Когда они за пару месяцев проехали с гастролями, пять городов-героев и для каждого разучивали знаковые, именные песни. И родилась идея, почему бы действительно не сделать такой урок мужества, где мы бы могли в песнях рассказывать детям, взрослым, да неважно кому, всем рассказывать об этих удивительных городах, трудящиеся в которых проявили массовый героизм в годы Великой Отечественной войны. Ребята узнают, что само понятие «город-герой» родилось в 1945 году на параде в честь 1 мая в Москве на Красной площади. Верховный главнокомандующий того времени Иосиф Сталин тогда велел произвести салют в столицах союзных республик. А также в городах героев Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе 20-ю артиллерийскими залпами. И вот тогда впервые прозвучали эти слова «город-герой». Сейчас на территории бывшего Советского Союза 12 городов-героев, плюс Брестская крепость-герой. Песни и информация о них, которую хочется донести до детей, можно сложить в цикл музыкальных уроков-концертов. На этом уроке мы узнали о двух новых городах-героях. Это Тула и Керчь. А Ленинграде – это еще один город-герой. Мы знали и до этого. У этих двух городов есть собственные гимны. Организаторы готовы проводить урок как в рамках одного класса, так и в рамках большого концертного зала. Главное, чтобы самим детям было интересно. И они узнавали больше как о городах, так и о людях, героях. И, конечно, вместе пели. «Я просмею, я племею, я наделаю, сказав, стану над ней боюсь, и не дни встречай». Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа. В музее-заповеднике усадьба Муранова открылась выставка поэзии мурановских пейзажей. Она стала традиционным явлением в художественной жизни усадьбы и Подмосковья. В этом году в стенах знаменитой усадьбы экспозиция открылась в одиннадцатый раз. На выставке побывала наша съемочная группа. Усадьба Муранова – место поэтическое и вдохновенное. В разные времена миловидные окрестности, так называли раньше эти места, привлекали художников разных уровней, мастерства и направлений. Эти традиции поддерживаются и сегодня. В традиционном выставочном проекте «Поэзия мурановских пейзажей» наряду с работами кисти уже известных мастеров представлены новые имена. Но все работы роднит одно – они о Муранове, о красоте и очаровании здешних мест. Нам хотелось, чтобы вот здесь была представлена вот эта любовь к Муранову. Вот то самое соединение пейзажа, дома, поэзии Боротынского, Тючева. Потрясающий культурный пласт, который художники здесь, они это чувствуют. И для них это вот основа их творчества, их вдохновения. Куратор выставки и основатель проекта Татьяна Петровна Гончарова может рассказывать о мурановских художниках бесконечно. Самым известным именам она посвятила так называемую «Мемориальную стену экспозиции». Здесь представлены произведения пяти авторов – Михаила Нестерова, Николая Богословского, Сергея Лобанова, Бориса Баева, Александра Колотилова. Нынешняя выставка как дань памяти двум последним художникам, постоянным участникам проекта, ушедшим из жизни в прошлом году. Борис Петрович Баев. Потрясающая, во-первых, биография замечательная. Во-первых, он жил здесь, в Вашукино. Вот работы, вот его. Нам на выставку дала его вдова, Надежда Александровна. Его основное качество – это прекрасное чувство цвета. И вот особенно у него удачно выходило изображение снега. Вот эта часть экспозиции посвящена нашему замечательному художнику, который знает весь Пушкинский район. Александр Афанасьевич Колотилов. Любовь вот к этому месту, любовь вот к этой земле. Это действительно такой настоящий русский художник. О любви к Муранову и трепетном отношении к его пейзажам и национальным истокам в творчестве говорили все собравшиеся на открытии экспозиции. Художники и гости усадьбы. Становление художника с чего-то начинается. Но когда видишь вот эти ваши приборки, красивую речку, красивые поля, по неволе хочется творить. В экспозиции поэзия мурановских пейзажей представлено более 50 картин, барельефы и скульптурные изображения. Дочь заслуженного художника России Александра Колотилова вместе с супругом привезла на выставку автопортрет отца. Говорит, портреты, в отличие от пейзажа, отец писал нечасто. Эту работу достали из запасников уже после его кончины. Как он говорил, я люблю жизнь, я люблю людей. Ему очень нравились вот эти вот деревянные постройки. Очень часто ездил в различные командировки по городам России. Оттуда вот привозил тоже множество работ. Были у него серии морских пейзажей. Очень часто ездил на соловки. Очень любил натюрморты, цветы. И картина вот эта вот Левкова, он же как бы и воспитывался в детском доме где-то вот под Левкова. То есть он частенько ездил и как бы вместе с детским домом они выезжали. То есть Муранова он тоже очень любил. Основная часть экспозиции представлена работами художников, выполненных в разных техниках, но также неразрывно связанных с историей знаменитой усадьбы. И хотя музей создавался как литературный и рассказывал о жизни и творчестве поэтов Евгения Боротынского и Федора Тютчева, но во все времена сюда стремились художники, привлеченные очарованием окрестных мест. Какой музей вы себе представляете без живописных произведений? Наверное, редкий. Муранова привлекает художников. Это плюс. Во-вторых, художники фиксируют Муранова. Это плюс. Художники, показывающие свои работы с изображением Муранова, популяризируют это место и знакомят с большим количеством людей во всех уголках нашей страны. Выставка «Поэзия мурановских пейзажей» рассказывает о жизни русской дворянской усадьбы, где художественное творчество занимало заметное место, а все обитатели умели держать карандаш и кисть в руке. Проект ежегодно собирает тысячи ценителей русской живописи. Нынешняя экспозиция будет открыта до 4 декабря. А бесплатный доступ в мир искусства можно получить благодаря Пушкинской карте. Юлия Постриганёва, Антон Рябов, Евгения Фёдорова, Анна Белова. Новости Большого округа. Кроме того, программа «Новости Большого округа» выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин